Ясас, друзья! В общем, как вы знаете, я поменял свой ICF Moto 650 MT на Априлю Touareg 660. Если не знаете, то посмотрите, вот тут видео, подсказочка. Посмотрите, там я рассказываю. Собственно, в связи с этим, на канале появляется новая рубрика под названием «Готовим тур эндуро к эндуро!» Ну или просто тюнинг туарега. До этого была рубрика «Готовим кроссовер к эндуро». Кроссовера теперь нет, есть тур эндуро. И в сегодняшнем выпуске я буду ставить дуги защитные, без которых на оффроуде делать нечего на большом мотоцикле. И возвращать резину двойного назначения. Собственно, с вступлением все. Приятного просмотра! В общем, сейчас реально раннее утро, 7 утра. Я встал в полседьмого, потому что мне нужно успеть за 2-2,5 часа поставить вот эти штуки. Это дуги. Дуги от Гиви. В общем, нужно мне их поставить и успеть поехать на переобувку. Потому что здесь стоит сейчас дорожная резина. Прошлый хозяин сразу поставил дорожную резину вместо оффроудной. А оффроудная просто детственно. Так что времени у меня мало, всего до 2,5 часа. И нужно успеть поставить дуги за это время. Так что не будем растягивать. Сейчас расскажу вкратце, что за дуги и в чем у них прикол. Собственно, дуги такие вот. Это Гиви. Я их выбрал по... Вот долго выбирал. Как и все в этой жизни. Очень долго выбираю. Дальше, чем людям это цыгл, как мне написали друзья в чате. И идея в том, что они очень странной формы. Очень странной формы. Потому что если вы посмотрите... Забудите в интернете апреля Туарек Краш Барс. Или там дуги. Или Краш Гартс. То почти все дуги будут... Будут вот на этом уровне. Да, видно вам? Вроде видно. Они все идут вот сюда. Сверху. Вот эта часть вообще не тронутая. Практически все дуги. Некоторые дуги из двухсоставные. Тут еще есть приставочка. Но в основном защищает вот сюда пластик. Вот сюда дуга уходит вперед. Или даже к радиатору уходит дуга. Но вот тут. Эти же дуги. Выглядят контур-итруитивно. И в фейсбуке все писали, что это полная хрень. Потому что если примерно приложить. То выглядит это вот так. Выглядит это вот так. И ощущается, что дуга заходит где-то вот сюда на пластик. Выше не заходит. И ощущается, что дуги нифига не защищают. Но. В фейсбуке есть один паренек. Он. У него были до этого дуги хэпкой хит. Хит. Они. Я скинул все фоточки. У него. Это как раз большие дуги. Они будут обрамляют полностью пластик. Сюда. Уходит вперед на морду. Вот. Такие дуги весят 7 килограмм. И у него были они. И они ему не нравились. Потому что он говорит, что они не защищают мотоцикл. А дело в том, что мотоцикл на них падает плашмя. Просто со всего марта падает прямо вот на это место. А с этими дугами он прислал фотку. Он сказал, что мотоцикл не падает. Он вообще ложится вот на это место и тупо не заваривается на пластик. Ему мало кто верил. Но я, в общем, решил поверить. Плюс. Еще один прикол. Он взвесил их. И сказал, что на месте всего 4,5 килограмма. То есть вот эти две дуги. Вот одна. Ну, там вторая у меня. Две дуги. 4,5. 4,2 килограмма. Я тоже взвесил. И плюс крепеж. То есть он такой тяжеленький. Ну да. Еще, наверное, грамм 300. И того. 4,5. Это самые, практически самые легкие дуги. Оригинальные дуги, я не понял, сколько весят. Они весят тоже очень мало. Но они стоят 550 евро. А эти стоили всего лишь 250 евро. И алюминиевые дуги есть. Тоже красивые и аккуратные. Тоже 3,5 килограмма весят. Но они тоже сюда. То есть на цикл как бы падают за шмя. И я решил, что алюминий, он не самый лучший материал для дуг. А здесь 4,5 килограмма. Со слов человека, а интересная конструкция, что мотоцикл не падает сплошмей, а лежит вот этой частью. Ну то есть это прикольно на самом деле. Ну и в принципе цена доступная. Да, давайте я расскажу. Ну, в общем, все ставится через резиновые прокладочки, в резиновые втулочки. Потому что есть проблема. Допустим, на доминаре, когда ты ставишь дуги в каких-нибудь Crazy Iron, или еще там каких-то таких товарищей, кто варит их в России, то они добавляют дичайших вибраций. Дичайших вибраций. И люди сами делали эти втулочки, сами что-то такое ну, кастомизировали. Этот парень сказал, что действительно вот просто долгий хит у него давали вибрации, а не без втулок. А вот эти со втулками и все четко, все, ничего нигде не выгодирует. Так что так. То есть это реально продуманная штука. В комплекте идет такая вот инструкция, прям с картинками, прям под мой мотоцикл, так вот так, прям под мой мотоцикл, прям вещь, да, то есть это прям чувствуется, что это прям люди заморочились. Ну и я думал, что на флотках было, но я думал, что этого не будет, думал, это доп. опция. Но я думаю, что доп. опция – это подарок от магазина. Такие вот слайдеры на дуги, гиви, потому что они запечатаны, отдельно лежат. Мне кажется, они преподавцы. Собственно, мотоцикл итальянский, будет тоже итальянский. В принципе, пока что все законно. Ну, давайте приступать. В общем, как обычно, нихрена не получилось. Третий я снял, две, два болта, а вот этот не могу и все, а не подлезть. Мой ключ, я его вставил вот так, смог. Вот так вот я его поставил, даже есть. Я наше поворачивать, он просто проворачиваться по гайке. То есть не он, не гайка крутится, болт, а он. Ну а трещотка такая слишком короткая и неудобно крутить, да и трещотку не любит нагрузок. Сейчас поеду просить инструменты у кого-нибудь. Так, я съездил на газ. Купил такой вот вороток, вороточек. К нему адаптер сразу на 3 восьмых. Адаптер на одну вторую. Две биты под одну вторую и под 3 восьмых. И адаптер между одной вторая и под 3 восьмых. Вот. Собственно, продолжаем. Остался час. Я не успею уже точно две дуги поставить, но хотя бы одну правую поставлю. Ну, короче, как обычно, с хорошими инструментами дело спорится и дуга установлена. Вот так это выглядит. Не увеличивает на габариты мотоцикла ни коим образом. Что ж, надеюсь, чувак был прав и они реально защитят. Ну, сейчас, наверное, попробую все-таки попробую левую. Вроде несложно останавливается. Посмотрю, как будет с левой. Ну, кстати, с инструментом быстро пошло. Все быстренько сделал буквально за час. Ковырялся, ковырялся, сейчас хоп и все. Естественно, я напутал немножечко шайбочки там разные, но нормально. Быстро перетянул, обратно поставил. В общем, вот так это выглядит. Оно еще немножко не затянуто. Сейчас тут затягивать. Вот. Эта дуга составная. Уже здесь сочленение болтовое. И здесь выглядит вот так. Ну, мне нравится. Мотоцикл стал, конечно, чувствуется, что он потяжелел немного. Но центр тяжести остался внизу. И в целом, получается, теперь он весит 200, там, 8 с половиной, 209 килограмм. Вот. Еще, наверное, я поставлю багажничек. Маленький, маленький багажничек алиминиевый сюда. Ну, он будет весить 210. Вот. Это мало для такого класса, для такого большого мотоцикла. А слайдеры уже поставили попозже. У меня есть, конечно, переживание, что они добавят здесь толщины. И может в пластик ударить в случае падения. Поэтому пока не знаю. Но вот так. Зазорчик и тут два пальца. Но тут чуть поменьше. Вот. Собственно, так. Все, сейчас подтягиваю и... И пойду менять резер обратно, на родную. Пирелли Ралли Остер. Вот так повезу покрышки на себе. Решу вот раз не заморачиваться стропами. О, сейчас доедем. Да и все, делов-то. Ехать недалеко. Пока ждут Джорджа. Он меняет покрытие. Вон лежит резер. Покажу вам. То есть дуги классные. Они защищают и крышку двигателя, и пластик, и вот эту защиту картера. То есть не все дуги имеют защиту, на самом деле, крышек. И мне это смущало. Я хотел сначала, я думал, купить чисто вот сюда наверх легкие дуги и сюда, и сюда пластиковые крышки. Но вот у меня шли с Гиви. Не так просто, с ним, я их искать. Они не выпадают вообще в поиске, когда пишешь Туарег там Крашгатс. Почему-то вообще нет. Вот. И здесь так же. Ну, здесь вообще крышка полностью закрыта. То есть прям, ну, прям вообще круто. Да, мотоцикл салт тяжелее. Это чувствуется. Сейчас я его поворочил. Не критично, но есть определенные моментики. Да, ну, что поделать. Вот. Тем не менее, это практически самые легкие дуги на рынке. И они еще внизу. То есть это очень круто, что они центра тяжести не поднимают. Вот. Так что завтра покатуха. Будем заценивать. Надеюсь, что чувак не соврал, и этот пластик страдать не будет. Но я думаю, что вот нижний точно не будет страдать. Потому что, ну, не упадет он так. А вот эта часть может. Но здесь наклейка. В принципе, да и хрен бы с ней с наклейкой. Поэтому главное, чтобы отсюда вот не долетало. В общем, будем посмотреть. Будем катать. Так, Джордж уже меняет второе колесо. Он посмотрел на дуги. Сказал, хорошие дуги. Сказал, распределяет нагрузку. Все, все нормально. Несмотря на то, что они вкручиваются в двигатель. Говорит, нормально. Но он сказал, что я вкрутил stainless steel болты. Это, по-моему, болты с низким содержанием, по-моему, там что-то кислорода или что-то такое. Я вот не помню, как правильно я напишу потом. В общем, они так называются, stainless steel. То есть, стань такая определенная. И он сказал, что в алюминий нельзя вкручивать их, потому что они образуются алюминием, в общем, коррозию. Коррозию образуют. И он показал мне реально, что прошлые болты реально другие. То есть, прошлые болты такие из какой-то стали вообще, как бомжатки какой-то на вид. Они, ну, такие не блестящие, красивые. И он говорит, это не просто так. Он говорит, потому что образуется алюминий в этом составе стил, образует коррозию. И он мне говорит, пока я снимаю, возьмем инструменты и смажь. Показал мне смазочку. И я выкрутил по одному болтику и все смазал смазочкой специальной и закрутил обратно. А он говорит, вот это правильно. Короче, очень крутой парень. Прям, ну, мы тут к нему везли масок и мы ездили переобуваться. Пока, я имею в виду, все с кем я катаю, все ездили переобуваться. Вот. Такие дела. Так что жду последнее второе колесо. И, в принципе, все. Дайк будет готов к фроуду. Прям совсем. Единственное, по мелочи, я хочу виталик поставить родной. И поставить, и там поднастроить рычажки, там, тормоза, вот это все. Ну, чтобы было в стоечке удобнее ездить. Так, ну, на этом все. Мотоцикл в родной резине. Готовка к фроуду. Завтра поеду обкатывать. Впервые поеду на этом мотоцикле. В принципе, новый провод. А на сегодня, пожалуй, хватит. Такое вот вышло видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Жмите колокольчик. А дальше будем кататься, тренироваться, падать, вставать. И будет весело и интересно. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok